Сегодня будем разговаривать о бабах, об обещах, да, о бабах. Я тут сижу и размышляю, блядь, как вообще сегодня, в сегодняшних реалиях, знакомиться с женщинами? Как? Как знакомиться? Я подчеркну, как знакомиться с женщинами, не унижая себя, не унижая собственного мужского, блядь, достоинства? Как? Объясните мне. То есть, чтобы подойти к женщине, начать с ней разговор, блядь, надо начать как-то ей делать комплименты, а комплименты делать это поднимать ей ЧСВ, блядь. То есть, спринижать себя, чтобы поднять ей, блядь, ЧСВ. Зачем? А как иначе? Потому что, блядь, у них же сегодня, сами знаете, у всех список требований. Мужчина должен, мужчина обязан, мужчина то, мужчина сё. Они же первые хуй, когда подойдут. Принцессы, мать их. Вот так и живём, да. Скажем. Как, блядь, объясните мне, напишите в комментариях, если знаете секрет, блядь. Как можно познакомиться сегодня с женщиной, чтобы не унизить себя, блядь. Вот, скажем, возьмём, допустим, женщин с низкой социальной ответственностью. Там всё просто. Там ты позвонил, пришёл, говоришь, чё, почём. Тебе говорят там, ну. Ты такой, о, работаем, всё, погнали. И понеслась. А просто так. Это надо, блядь, куда-то сводить. Это надо развлечь. Это надо то. Это надо сё. Это, блядь. Это надо себя, блядь, полностью этому посвящать. Посвящать своё свободное время, жизнь, блядь. Нахуя, блядь. Ребята, нахуя. Пиздец. Не, ну, понятное дело, что вся индустрия, кино, блядь, сериалов, нафиг, оно всё на это работает. Всё, блядь, создаёт вот этот образ, блядь, униженного мужчины. Блядь, посмотрите любой современный сериал. Любое, блядь. Любое кино, блядь. Мужчина это или алкоголик, блядь, безвольный. Он хочет всё время выпить, а жена ему не даёт, блядь. Нахуя. Классика жанра, блядь. Или какой-то пиздострадалец, которому вот край нужно потрахаться, блядь. И вот он готов прям вот там цветочки, тортики, там поступки, блядь, делать. То есть вот пропаганда вот этого всего говна, блядь. Не, просто такие фильмы, конечно, когда ты всё это понимаешь, когда ты всё это осознаёшь, такое говно можно смотреть и даже получать удовольствие. То есть, ну, когда психика к этому не подготовлена, вот у молодёжи, да, молодое поколение смотрит какие-нибудь сериалы, типа «Универ» или вот подобное, что-нибудь такое, да. И они думают, что это норма, что это нормально. А ведь это нихуя не нормально, ребята. Понятное дело, что потребители этого контента – это, как правильно, женщины. И поэтому для них это, для домохозяек, для вот этих баб, для них это всё делается, им это всё скармливается, они от этого кайфуют. Вот авторы вот этого всего, блядь, шлака нафиг, они, как правило же, мужчины, блядь. И чё, вот они своей головой, блядь, вообще не думают, прежде чем вот снимать вот подобное говно. На их фильмах учатся молодёжь, молодёжь впитывает это всё и думает, блядь, а ведь это нормально. Если хочешь женщину, ты должен её, блядь, добиваться, добиваться всеми там способами, там из кожи вон лезть, сделать поступки какие-то. Да чё, ебанулись, что ли? Нет, серьёзно, чё, ебанулись, что ли? Опять же, феминизм – тема вообще классная. Я вообще за феминизм обеими руками, равноправие, но за реальный феминизм, вот прям вот за чистую его идею, блядь, что если оба работают, оба на равных, да они против, сейчас так, в принципе, в правах, ну, я не буду говорить, что там женщин больше, да, женщин больше прав, чем у мужчин, это понятно, блядь, больше привилегий, больше всяких плюшек, чем у мужчин, об этом сейчас речи не идёт, нафиг. Так что феминизм – это тема-то классная, просто его, блядь, эту тему извращают, то есть девочкам выгодно, когда им выгодно, им феминизм, блядь, всё, они равноправные, когда им не выгодно, блядь, они, девочки сразу, блядь, становятся, взять даже на работе, вот я работаю на своей любимой работе, да, у нас работают, делают то же самое, что и мужчины, тоже есть и женщины, но женщины работают по-другому, они не делают многих вещей на этой же самой работе, в этой же самой должности, они не делают много вещей, которые делают мужчины, то есть мужчина ебашит больше, чем она, а они получают одинаково, то есть с одной стороны, блядь, равноправие, а с другой-то стороны, нихуя, за одну и ту же работу, нет, за разные виды работ получается, то есть получается, они делают меньше, а получаем-то одинаково, получается, мне не доплачивают, потому что я как мужчина делаю больше. Короче, это такая интересная и сложная тема, тут можно спорить, дискутировать, да, блядь, до усрачки, до бесконечности. Просто вернусь опять же к тому, как сегодня, блядь, познакомиться, общаться с женщиной, вот именно познакомиться, хуй с ним, если там как-то, блядь, случилось, там, ну, вы познакомились уже, да, там, общаться можно, там, как-то делать, да, там, договориться, что, ну, можно, да, но это надо уже вот этот, вот этот вот, блядь, порог переступить, порог знакомства, потому что на этапе знакомства, вот тут сложно, вот, блядь, зашел на какой-нибудь сайт знакомств, что ты будешь ей писать, чтобы себя не унизить, вот чтобы себя не унизить, что ты будешь ей писать, привет, ей таких приветов, блядь, шлют нафиг в день, по 200, наверное, если не больше. Она их нахуй игнорирует, эти приветы. Начнешь ей писать, ой, какая ты, мадам, красивая, какие у вас там пиздатые волосы, и все такое. Это уже начинается поднимание ее ЧСВ за счет себя, блядь. То есть ты, получается, уже начинаешь унижаться. Хорошо, поебаться хочется, ты пишешь одной, другой. То есть тебе надо, сука, 20-30 раз себя унизить, плюнуть на себя, чтобы возможно какая-нибудь там мадама на тебя обратила внимание и вступила в с тобой диалог, но это еще не факт. Потому что у них же, блядь, как всегда, там огромный лист критериев, каких ты там должен, блядь, соответствовать. Правильно? Ну вот как-то так, блядь. Поэтому для меня, сука, это загадка, нахуй. Поэтому буду ходить я к женщинам с низкой социальной ответственностью и не ебать мозги. Ну, или куплю себе когда-нибудь куклу. Почему нет? Они сейчас такие замечательные стали, они были замечательные. Я не имею в виду не тех кукол, блядь, там, которые, знаете, такие надувные, с такими, блядь. Нет. А современные, современные силиконовые, там есть из ТПЕ, это самый дешманский класс, и силиконовые, они уже подороже. В общем, там на любой вкус и на любой кошелек есть сегодня, из чего выбрать. Хочешь блондинку, хочешь бронетку. Даже просто такую штуку поставить, вот, к стеночке, нарядить ее, и она уже будет глаз радовать. И она не пиздит. Никогда. И это очень ценно. Да.